Спасибо тогда. Так, глубоко уважаемые товарищи, я предлагаю вам, я прошу внимания, почему, потому что я вам предлагаю очень необычный доклад. Вот мы сейчас прослушали чрезвычайно интереснейший, содержательнейший доклад. Содержательный доклад Илья Викторовича. Рассматривайте мой доклад как некое, с одной стороны, противоречие и, вне всякого сомнения, как дополнение этого доклада. Итак, сакральный смысл и уникальность древнерусского мировоззрения космогонических и географических названий. Слово – единственный и истинный свидетель истории. Я сейчас всем своим докладом буду подтверждать это. Археологические раскопки как таковые не являются законченной, так сказать, сам факт получения информации. Например, 21 февраля, то есть совсем недавно, по каналу культуры была передача. Называлась Архаим. 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 Сейчас скажу. Архаим. Архаим. И ведущие пришли к выводу, без понимания, глубинного понимания содержания слова, они выразились в предках наших. Дальше двигаться невозможно. И как противоречие, опять же, по этому каналу культуры, была 23 числа передача. Называлась «Начало Руси». Это просто ложь, 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 ложь. И вот, смотрите, я утверждаю, что слово единственный истинный свидетель истории. Библейская строчка. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот обратите внимание, странно, слово было Бог. Я вам покажу, что это так. И все через него начало быть, и в нем была жизнь, в нем была жизнь. Русские названия нашего светила. Солнце, Сурья, Суль. Вот эти все слова закреплены в топонимах, которые обнаруживаются на территории России. Есть реки, Суна, есть города, Суна, есть города, созвучные со словом Сурья, Сурск, например, и так далее. В Сирии. А как называется Солнце, так как я говорю, что русское мировоззрение, оно всеобщее было, на других языках мира. Вот смотрите. На санскрите мы обнаруживаем, что Солнце называлось Сурья. Датский, исландский, английский, Сун. Мы сейчас производим Сан, но это уже грамматика. Читайте по буквам. С, Ю и Н. Сун, это древнее русское слово Сун, Солнце. На сербском Сунка, на хорватском Сунке. Латынь, испанский, норвежский, португальский. Обращу обратить внимание, что если латынь, испанский, португальский, это логично, казалось бы, регион один, но норвежский выпадает. И в этом есть своя особенность, потому что Солнце на этих языках Сол звучит. Это самая существенная часть русского слова Солнце. Я вам потом покажу, что это так. На итальянский Соле и французский Солею. Это все читается, каждая буквочка читается, и она все содержательна. И все это связано с русскими словами. Так, что означают эти русские слова? Солнце, Суна, Сурья, Солнце, Сол, Посланник, затем буква Н, Наш. Я обращаю внимание, что буква, я сейчас буду оперировать понятием азбучных имен. В каждой букве в русской азбуке есть соответствующее азбучное имя. А, Аз, Б, 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 В, 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 отсюда слово азбука и так далее. Так вот, в течение всего доклада я буду читать по буквам, используя азбучное имя. Итак, Солнце, Посланник, Н, Наш, и С, это часть слова целый. На слове целый зацикливаться не буду, идем дальше. Получается, если собрать все в целом, Солнце означает Посланник наш полный, потому что слово целый эквивалент ему полный. Послать, что значит посланник? Послать это, приказывать идти, отправлять, понуждать исполнить волю. Понуждать исполнить волю. Чью волю? Естественно, Творца, Создателя, Бога, Господа. Идем дальше. Сунь, что означает? Почему они были приняты всеми народами мира? Потому что су, это русская приставка, в значении уже не. помните? Су, глинок, супесь. Это все позволяет понять наш. И опять буква Н. То есть звучит уже уже не наша. Потому что мы его уже послали. Уже не наша. Сурья, опять же приставка Су, в значении уже не. И затем буква Р, имя Бога Ра, которое кодировалось в языке, в русском, как буква Р, как Ра, как Ор, как Ро. К слову, сказать, вот сейчас Илья Викторович говорил на египетском языке, Бог, Нетр, читаем по буквам. Это все читается, это все русское. Нетр, наш, есть, твердо, Ра. Это наш. Можно переставить первую букву гласную на первое место. Я давно отметил, что был такой прием, когда гласную переставляли на вторую позицию. Так вот, это наш твердо Ра. Вот вам Бог. Оно и не случайно. Так, итак, запомните, в языке буква Р, имя созвучно Богу Ра, и оно кодировалось, как буква Р, как буква Ра с буквой гласной А, как буква Ор, например, море, и как буква Ро, гром, говори, Ро, глаголит. И, вернее, мыслите, Ро глаголит гром. Итак, значит, Сурья означает уже не Ра, Я, то есть уже не центр вселенной, потому что мы послали. Все эти слова, они не случайны, они как бы дополняли друг друга, они несли вот эту кодированную информацию. Идем дальше. Итак, Сурья, на санскрите Сурья, Сунь, Сан по-английски Солнце, Сол, буквальное заимствование от Индии до Англии, включая, конечно же, всю Европу, весь древний мир, это царство русских космогонических мировоззрений, а стало быть, русской мысли и нашей древней отеческой веры. Я сейчас это буду демонстрировать. А Клавдия Таллимей лишь вслух и с выражением изложил геоцентрическую концепцию строения Вселенной, сформулированную в древности русским человеком. Весь язык пропитан упоминанием имени Бога Ра. Вот вспомните любое, помните мифический такой символ древа жизни. Что такое древо? Это все вот все слова, которые вы знаете с буквой Р, это всегда упоминание имени Бога Ра. Вот почему в Библии закодировано слово было Бог. Второе имя Бога Ра по-русски Аз. Например, Казистый. Как? Буква К означает выражение подобия, сравнения. И второе значение это выражение удивления. Как Азистый. Как Бог заменим слово Аз. Как Бог Истый. А что такое Истый? Настоящий подлинный. Мы сейчас не произносим это слово. Оно есть. Откройте далее. Итак, слово, например, казать. Выказать, доказать, наказать, приказать, указать. Вы посмотрите, какое смысловое значение в этом слове. Казать, как Аз. Как Бог. Сказать. Слово, как Аз. Слово, как Бог. Вот, что значит слово сказать. Идем дальше. Совсем недавно я читаю слово, а тут вдруг я обнаруживаю текст, что в одной из книг Азма есть мира Бог. Жрец Ольгов. Подпись. А надпись на скалистом рельефе в пещерном храме в потаенной дальней комнате храм находится на берегу реки Буши, впадающей в Днестр. Храм и надпись обнаружил, прочитал и опубликовал украинский археолог Даниленко. Итак, мое прочтение слова подтверждается археологической находкой. Азм есть миробог. Теперь к вопросу о том, почему мы вообще мало знаем о Боге Ра? Почему русский человек мало об этом знает? И весь мир. Вот читаем слова. Я сделал подборку втихаря. В веги знай тих ра я. И получается слово втихаря. Слово таить отсюда тайны и так далее. Твердо аз это глагольная форма от слова ита русского в самом деле в правду. Твердо аз в правду в самом деле. Таить скрывать. Горе говорить ра есть. Это надо понять. Это психология прошлого времени. Говорить ра есть это горе. Враг глаголишь ра ведаешь. Говоришь ра ведаю. Ты враг. Ведать ра нельзя. Отсюда происходит слово врать. Ведать ра врать. Ты богов ведать не можешь. Отсюда слово скрытый. Эс это представка как ра твердо скрытый. Вот вам пример немецкое слово горе грамм. Мыслите ра глаголить. Подумать сказать ра уже горе. Это на немецком языке. И вот вам пожалуйста библейская строчка. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Ибо Господь не оставит без наказания того кто произносит имя его. Это будто бы заветы Моисеевы заветы. Да? А на самом древнеегипетский бог ОМОН Ра дословно ОМОН означает скрытый потаенный это слово не имя собственное это прилагательное и оно полностью согласуется с древнерусскими представлениями. Потаенный Ра это просто ОМОН Ра надо писать ОМОН А буква с большой буквой дефиса не должно быть а просто в строчку. например как слово Истра Истыра Самара Печора вы сейчас поймете чуть позже почему почему это это не обожествление водной глади а это просто выражение красоты Самара Печора Ангара ОК Он как А Кама как А мыслите это все указания на имя Бога Ра А вот теперь интересную вещь вот слово земля на греческом языке это ге для того чтобы понять мой переход что такое греческое ге и насколько это совпадает со словом земля я приведу слово сердце сначала вот прочитаем се это русская частичка се вот это потом буква Р Бога Ра Д добро и се как я уже сказал полное целое это Божье добро целое а теперь смотрите как греческий язык использует в принципе внутреннюю скрытую потаенный смысл информацию да и использует казалось бы греческий алфавит а на самом деле это все русские азбучные имена на греческом языке слово сердце кардия как опять знакомо РД Бога Ра добро я то есть вдумайтесь вот слово частичку се можно заменить используя азбучные имена буквой Г глаголь говори РД мысли РД буква М буквой К как РД понятно мысль а теперь вернемся к слову земля я предлагаю сразу же прочитать это слово со слова самого значимого мыслите итак мыслите люди я и переходим в самое начало слова зело есть буква я я сознательно указал ее написано с большой буквы потому что это указание на Бога помните что я говорил перед этим что скрытый гоя потаенный таить и так далее это все русское мышление упоминание Бога Ра не должно быть смотрите что на разных языках болгарские земля зело мыслите я латышские земля литовские земля это все точно так же читается русскими азбучкиными именами немецкий язык это РД есть это Бога Ра добро есть латынь Тера твердо есть Ра и подчеркивается Ра дважды как кинобога библейской Сары Сара и Сарра это тот же самый прием турецкий Кара как Ра чуть позже вы поймете почему эти почему сравнение идет с Богом я потом объясню шведский Марк мыслите Ра как то есть мыслите Ра подобен подобен Богу финский эстонский мало кажется что такое но если вспомнить русские азбучные имена читаем мыслите потом буква А огласовка и А АС мыслите АС итак таким простым приемом как создание буквы и соответствующая ей азбучного имени этим приемом древний человек пользовался при создании языка все слова которые вы знаете которыми вы пользуетесь это не бессмысленная это абсолютно содержательная так сказать часть так идем дальше итак почему мыслите люди я крепко есть потому что сама земля человек животный растительный мир есть промысел создателя вот мысль которая заложена в слове земля а теперь хочу обратить внимание на слово ге и земля вот если вдумайтесь мыслите люди я крепко есть вот самая содержательная часть в этом слове что есть мыслите люди это обращение это некое назидание а самая содержательная сокровенная часть это слово я есть я есть итак на греческом языке где говори есть полное совпадение абсолютно разное звучание но внутренний смысл совпадает сто процентов так на основе акрофонических русских азбучных имен и азбуки создавались все языки мира позже я вам покажу на других примерах весь древний мир это царство русских космогонических воззрений русской мысли и нашей древней отеческой веры вот примеры вот банальная вещь мы зашли в зал аудиторию мы открываем дверь вот прочитаем слово дверь русская добро ведать есть ра почему так вот названа эта завеса словом дверь потому что человек открывал дверь и оказался в мире созданном Господом Богом или если он хотел приобщиться к благодати Божьей он шел в храм но прежде чем войти в храм надо было открыть эту завесу и войти в храм поэтому эта завеса названа в русском языке слово дверь добро веда есть ра добро велить а теперь пожалуйста вот английское слово до опять-таки помните я говорю что первого глаз можно переставить на первое место он добро ра потому что ор это один из тех самых форм написания имени ра еще более точно сказано на немецком языке тюр т твердо в значении крепко крепко буква у означает связь зависимость принадлежность крепко связано с р ра крепко связано с ра вы понимаете звучание разное а смысл то один то есть всеобщее заимствование но не буквального слова а сокровенного скрытого внутреннего смысла его так называемая древнегреческая и древнеегипетская древнеегийская философия развивалась в раз в рамках русского мировоззрения вот я вам приведу один пример просто за отсутствием времени отсутствием времени вот изумительная фраза просто настолько красиво сказано точно верно сказано познай самого себя указывается что это или Аполлон не ниже или по крайней мере кто-то из древних мудрецов Хеллон и Фалес создал эту фразу но весь фокус заключается в русском слове себя читаем слово себя все частица вот это б буки загадка и местоимение я вот загадка я то есть Аполлон знал прекрасно русское слово себя а отсюда крылатое выражение красивейшее выражение тонкая мысль познать самого себя вы скажете что может быть это случайности какие-то совпадения я за отсутствие времени не могу приводить вот просто-напросто тотальное сопоставление языков но вот пожалуйста слово народ русское слово народ на английском языке people да народ и people какое тут совпадение но прочитаем английское слово с помощью русских азбучных имен и мы удостоверимся что это очень даже совпадает с русскими представлениями покой есть покой есть он идет расшифровка он покой людей есть то есть это своего рода аналог русского слова племя потому что в слове племя покой людей есть мыслить и я мыслить и я можем отбросить это наполнитель как в лекарственной таблетке действующее начало однотысячное а таблетка 0,5 понимаете так значит оно даже текстуально совпадает он пле русское слово пле вы понимаете но я говорил о космогонических воззрениях вот в качестве примера приведу Марс во первых это бог войны и так далее но дело не в этом планета Марс это красная планета красный как раз слово наше Марс мыслить идет огласовка ра слово мыслите ра слово почему потому что слово красное это как ра слово лучшего никто не мог придумать потому что божье слово это самое существенное самое созидательное самая красивейшая вещь итак создатель слова Марс прекрасно владел русским языком и правилом создания слова разработанным русским человеком аномастика теории об имени собственном теории нету я полагаю что имя отражает стремление родителей отметить красоту своего ребенка а как русский человек говорил слово прекрасный он выражал слово краса как раз слово только что мы читали слово Марс боской помните в Питере есть переулок босков боской ба между мете изумления и слово как изумительно как слово боской красный уже расшифровывал как казистый как азистый как бог подлинный и наконец дорогой и так значит сопоставление шло с именем бога азра как само слово и как добро божье мне илья показал уже на часы поэтому поэтому я остановлю я вам приведу одну табличку вот эту табличку как аз как раз сравнение и вы сейчас увидите что это на всех языках мира идет пожалуйста мы макар русское имя мыслите как ра помните я говорил как азистый как бог мыслите как ра англоязычное имя марк мыслите ра как он подобен ра русское слово вера егор назар ерема иван омар арабское имя он мыслите ра венгерское инре изумительные мыслите ра есть карл как ра люди люди как боги рон рей сергей эрик матрона валерий захар роман рамон курт карен рустам это все митридат иратли кармелита вы чувствуете какая география за этими именами стоит риста финское имя он ист ира орам опять арабское имя он ра мыслите и так далее у нас есть один исторический герой который особенно этим самым христианом был нелюб нерон а все дело то именно в том его имени это было просто пиар акция наш есть ра вот что значит нерон наш есть ра итак как слово ксения оксана как добро дарья дарит дарит герд за неимением времени я опускаю изучение имен ветхого завета нового завета здесь информация шикарнейшая вот мы говорим иисус христос это самое дева мария и так далее прочитаем имя и мы сразу поймем что почему это священное писание потому что мать иисуса христа мыслите ра я я как бог мыслите ра я а тогда встает вопрос а что такое христос а он буква х хер воитель ра исты он не кто-нибудь вот это не случайное совпадение это свидетельство абсолютно логической продуманной кабинетной работе создания девы марии создания иисуса христа христ рист и крестина вот они совпадают вот финское имя он ист ира вы смотрите на табличку понимаете то есть все читается нет ничего самобытного полное заимствование так всемирный след бога ра хочу сказать вот давайте я прочитаю слово скифия сарматия русь россия москва и русский не надо кларк 5 минут лучше нет будьте любезны 5 минут вопроса лучше так а кто будет интересно вы тому переведете 5 минут вопроса можете задавать пожалуйста в качестве затравки сирия еще не пала помните когда ванга говорит что будет распространяться учение древнее о котором напишут книги оно хранилось в древности не скрыто но когда это будет сирия это еще не спало нет такой слоны сирия по сирийски их страна называется сурья будьте любезны наоборот прочитайте сурья наоборот а сурья это русское слово солнце я руса всем понятно все нет ну самый простой код это прочитание наоборот первое вторых в аккадском языке в аккадском языке финикийский не минутку финикийский язык и аккадский шумерский читался справа налево и снизу вверх поэтому понятие чтения языков направления до сих пор евреи читают знаете как арабы читают знаете как поэтому с точки зрения востока прочитать слово наоборот вполне корректно с учетом того что апостол Павел стал проповедовать в Сирии так пожалуйста вопросы это я так чтобы три минуты потому что как бы Ра оно в общем-то к космологии древних египтян отношение имеет очень серьезное но помимо того что существует как сказать слова с божественной символикой существует же приставки Рак таким словам как расстрел разгром разврат и так далее то есть мы не можем полностью все как сказать всю эти миологию языка то есть вот эти нет можно в чем вопрос в чем нас времени много говорю что привязать можно как бы ну то есть расшифровать слова можно то есть как бы бездоказательно в любой транскрипции нет не так нужна привязка к каким-то конкретным космологическим символам то есть у нас существуют общепринятые символы космоса если например оно привязывается то его можно привязать а если например как бы сказать ну каждое слово можно расшифровывать то есть любую букву можно представить в любом варианте вот разрешите ответить я возьму слово разврат развращать дело в том что вера в бога Ра это древняя наша вера она имела вселенский масштаб сейчас ее замещает ислам христианство и православие реплики все так вот смотрите принятие православия на Руси с большим временным опозданием как бы казалось бы но дело в том что в это время шел работа с населением и появляется слово разврат разврат это нечто плохое да так читаем слово ведать Ра твердо ведать Ра твердо это разврат развращать это масса слов которые появились в русском языке как вследствие борьбы с христианством вследствие борьбы с языческой как мы сегодня говорим верой Бога Ра но дело в том что языческой веры это изолганная вера вот есть числительная раз два три раз Ра Зило уже сказано он на первом месте это единобожие хорошо дальше да добро ведать А и три твердо Ра изумительный Клор я хочу защитить его Ра и Ар Ар прочитать наоборот будет земля на санскрите значит Ар арии земледельцы ну и так далее те кто были при земле в Дендере и в наших храмах до сих пор есть такой образ когда свет превращается в твердое вещество зайдите вот Троицкий церковь ну Александр Невский лавру а в Дендере есть так свет который превращается они рисуют квадратики такие то есть застывший свет по гречески застывший свет будет кристалл засывший свет крист замерзший свет значит поэтому слово Ра и Ар прочитаемые наобратно дают космогоническую концепцию совершенно четко а расчет медведицу обозначает это потом все потом потом медведь это уже потом как шатрии стали править у них был символ вот медведя все